Всем привет! Привет! Мы сегодня идем на фестиваль Абракадабра. Фестиваль магии. Вот у нас написано Абракадабра фестиваль. На вилле Сера это вчера было и сегодня тут всякие у нас стритфуды, видите, концерты. Сейчас посмотрим. Тут уже начинает народ быть одет как-то интересно. В общем, здесь продают всякие интересные штучки, которые делают сами люди. Наверное, не разрешат снимать. Посмотрим. Пахнет, да? Чем-то. Сейчас посмотрим, какие тут концерты есть. Надеюсь, попадем. Какие-то тут картины. В общем, вкусной базарчик всякие. Разные штучки тут продают. Тут вот Хной рисуют на руках. Смотрите, вот это вилла Сера. Здесь в обычные дни просто можно прийти, погулять, взять с собой еду, сесть, пикник сделать. Здесь красивое озеро с утками, с черепашками. Их можно кормить. А тут, кстати, на этой вилле можно жениться. Нам предлагали Сержу жениться на этой вилле. Но было вот так холодно. По-моему, 800 евро в день ты можешь арендовать эту виллу, а потом уже как бы все самим дальше. Цветы организовывать. Какой-то... Какой-то фуршет, что хочешь. В общем, 800 евро в день на свадьбу стоит вилла. И вот такое здесь поле еще. Смотрите, кто-то книжки продают. И вот здесь такое озеро. Дальше покажу. Там уточки в трехвалетке. Сейчас покажу чуть-чуть внутри, если получится, как. Вот здесь примерно организуют такие свадьбы. Но здесь, наверное, сейчас люди готовятся к этому фестивалю. Так. Тут тоже зал. И здесь, наверное, общий зал. Да, вот здесь нам предлагали жениться. Ну, красиво. Там такой еще сзади сад есть. Тут и ресторан есть. Можно организовать сразу. Вот это вилла. И здесь сразу Locanda del Chino Nero. Ресторан, bar, hotel. Вот даже можно здесь и остановиться, переночевать. Вашим гостям сделать такой сюрприз. Их оставь здесь на ночь. И здесь же поужинать или пообедать. Чёрный лебедь называется ресторан. Чиньо Nero. Ну, тут они красиво так украшают. Когда-то мы были, красиво было внутри. Не знаю, как, но обычно на улице делают эти садебные застолья. Тамады обычно в Италии не приглашают. Тамаду. Главное в Италии развлечение – это покушать. Кстати, вот очень просторная ванная комната. Особенно для невесты. Я знаю, многие ищут, чтобы поместилось платье. Обычно бывают очень пышные платья. И невесте нужно помощь сходить в туалет. Я знаю, очень многие при выборе ресторанов на свадьбу. Главным критерием является большая ванная комната для невесты. Главное ванная комната для невесты. Можно покушать, купить, всякие хот-доги, в платьях народ ходит. Тоже можно сесть. Вот тоже такие характеристики, необычные персонажи. Робин Гуд. Прикольно так, атмосферно. Это, наверное, все артисты, которые участвуют в спектаклях, пришли на обед. Вот тоже. Класс. Смотрите, можно тут нарисовать самим свою картину. Такие шляпы интересные. Класс. Можно, наверное, пофотографироваться в таких шляпках. Сказывают истории различные. Смотрите, как интересно. Класс. Сумки их все. Это, наверное, какая-то школа. Смотрите, какие персонажи идут. Интересные. Уточки плавают и лебеди. Можно взять лодочку, покататься там, если у вас свадьба или на... Просто так покататься. Тут вот фонтанчик есть. Можно набрать бутылочку свою. Вот как у меня, например. И не выкидывать пластик. Вот такая красивая вилла издалека. И вот конкурс для детей тут делает прикольно. Рисуем у них единорога на лице. Камила даже не дышит. Вот дальше будет шоу кимоно. Смотрите, девушка идет в кимоно. На итальянском называется кимоно. А у меня, кстати, тоже есть веер из Японии. Очень даже хорошо. Подходит в такую жару. Вот Камила рисует. Жарко-то, капец. Надо с кем-то сейчас сфотографироваться. Идем позади меня. Мужчина. Камила единорог. А рюкзак покажи сзади какой у тебя тоже единорог, да? Да. Прикольно. Вот такой у меня красивейший единорог на лице. Класс, даже шашлыки делают супер. Нава. Класс. Красота. А тут делают фаринату. И тут такие картошки интересные, смотрите, закрученные. Мы взяли такие бутерброды с мясом, луком и всякими овосями. Он делает вот эти всякие мясо и накладывает это все в такие конусы. Конусы и ходишь и ешь, как стрит-фуд. Вот, видите, такие конусы он делает с мясом всяким. Нарисуй своего дракона. Рисовать, не рисовать, а делать дракона. Вот мальчишки доделывают. Сейчас Камила будет делать. Вот Камила делает уже хвост своему дракону. Вот такой у нас закончик получится с фиолетовыми крыльями блестящими. Вот какой у нас дракон получился. Уже он у нас дома. Смотрите, какой хвост блестящий. Здесь такие крылья. Камила разукрасила дощечку. Теперь куда его деть, будет стоять везде. Ну ладно, главная креативность детская. Здесь, как всегда, позвали Серджио участвовать в спектакле. Я так думаю, здесь вечером будет концерт. Вот они готовятся. Вот такая арена. Будут все танцевать. До 9 часов вечера будет этот концерт. И тут тоже продают всякое разное. Вот продают волшебные палочки. От 3 до 10 евро. И яйца дракона. Показ кимоно. Показ кимоно. Показ кимоно. Показ кимоно. Они рассказывают, что у кого длинные рукава вот подсюда, это значит, что она ищет мужа, а у кого короткие, значит, что уже вышел замуж, вот такие коротенькие. Обязательно должен был быть журавль вышел, это значит, что порта фортуна, дает тебе счастье на свадьбе. Видите, вот у него тоже длинные рукава. Вот тоже журавль. Это тоже зимняя, кимоно с длинными рукавами, значит, что девушка еще не вышла замуж. Это все очень редкие украшения для волос. Для девушек японских на свадьбу. Рассказывают, что в каждом кимоно должен быть оранжевый цвет, хотя бы чуть-чуть. И вот пояса тоже у них у всех разные, тоже представляют какие-то разные истории. Очень тяжелые эти кимоно. И каждая женщина чувствует разное чувство, одевая различные кимоно. Вот тоже делают какие-то тут конкурсы, типа на тему Гарри Поттера. Вот тоже, да. Смотрите, в премию есть часть меренды. Тут все не сражаются, в общем, прикольно так. Смотрите, какие бабушки колоритные ходят. Смотрите, это генуэски. И это типично генуэски, веро? Да, генуэски. Но эти мутанды приходят как будто бы панталоны, да? Это трассе. Как красиво. Гензи. Ну что, ребята, что я хочу сказать по поводу этого фестиваля. Мы были на очень похожем фестивале в Америке. И хочу сказать, что итальянский фестиваль намного менее коммерческий. То есть здесь как-то один раз заплатил и ходишь по спектаклям, концертам, каким-то выступлениям. Уже бесплатно. Все вплечено. Цена 12 евро. Два взрослых, один ребенок. Не так дорого. По-моему, это было в Америке около 50 долларов. И классно. Мне очень понравилась. Очень классная атмосфера. Вот. И что еще здесь отличительная черта? То, что можно приносить свои напитки и еду. Никто тебя не контролирует, что ты сюда пронес. В Америке контролировали, чтобы даже бутылки маленькой с водой у тебя не было. А потом все эти цены на воду. Там, по-моему, 3-4 доллара было за маленькую бутылочку воды. Здесь 1 евро. Кофе 1 евро. То есть цены, в принципе, нормальные. Даже покушать тоже нормальные цены. Но тут очень многие семьи принесли свои пледы и сумки-холодильники. В общем, едят. Едят и пьют. В общем, классно, классно. Хороший фестиваль, мне очень понравилось. Ну что, я буду с вами прощаться. Всем пока-пока. Спасибо, что провели этот день со мной. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Из Вилла Церра. Фестиваль Абра Кадабра. С вами была Ксения Кюн.